всем привет я собираюсь наверно как многие уже поняли на выставку и честно говоря я не собиралась снимать ну так как у меня на в ту субботу спросили мы ездили с нашим клубом у нас было очередное путешествие на выставку потом мы посидели посетили одну из теплиц извините не снимала ну я к чему у меня спросили что ты принесешь на выставку у нас выставка сегодня вернее сегодня мы устанавливаем завтра выставка у нас только природные орхидеи ну и я сказала то я не знаю если моя максима еще будет цвести наверное ее принесу а так в принципе у меня чтоб сильно там что-то цвело не цвело не цветет ну и когда я сегодня начал это все дело собирать я поняла что так вот такая вот небольшая полянка собралась да ну совсем ничего не цветет да ну и быстренько наверное уже пробегусь так как я уже начала снимать моя максима еще до сих пор цветет я сама в шоке 10 ноября давно она цветет но она до отцветает ну я решила ее взять может быть выдержит еще один день ну а нет как нет нет так нет поэтому вот так моя красавица кахлеата еще цветет вернее она долго будет цвести но начал развиваться второй цветонос и я очень рада здесь у меня первый раз расцвел фаленопсис париж и ай я конечно видела его и на выставках но узнать так не разглядывала и когда уже свой расцвел цветочек такие тут забавные цветочки усики такие в общем здоровски два цветоносика таких маленьких конечно ну они очень-очень классные луи как же без луи это что мой это енопсис мое наверное приобретение с полгода назад енопсис вот такой я его посадила вот так я его посадила в маленький бонзаевский контейнер и он у меня расцвел начал выдавать деток и так очень даже здорово будет смотреться я думаю на этой такая как скала я посадила он уже кстати отцветает тоже было довольно таки пышное цветение но я его не снимала здесь моя очень-очень давняя хотелка растение маленькая совсем маленькая я ему тоже вот так вот прикрутила все боялась что я его перелью в горшке в общем посадила я его вот так вот на кусочек тоже такого дерева и смотрю корешки начали развиваться так вот мог ему подложила ну и он у меня растет прекрасно растет здесь красотка котлея лоббата она у меня когда-то расцвела я ее приобретала без названия и все-таки я определила это лоббата альбовская форма красивые нежные цветы белоснежные она мне когда-то цвела на один цветок и вот в этом году выдала 4 цветоноса так вот я их всех постаралась закрепить в одном направлении также еще продолжает цвести ванда крестата и вот она развивает прям так хорошо еще один цветонос а второй пока что спит тоже очень долго цветет слушайте ну здорово у нас может быть из-за того что нет такой вот жары еще и цветочки держится долго конечно здесь ванда миниата тоже цветет поэтому поедет со мной красотка распустился всего один цветочек был один один завял ну и вот только один бульбофилум трэш и ай поедет со мной тоже слушайте я не ожидал что у меня столько когда они собираются все в одном на одном столе до понимаешь что цветение есть гангора у них не буду ломать язык в общем вот такая вот гангора она как-то цветет цветает не все сразу цветоносы здесь вот еще один растит ну и этот вот такой вот длинный длинный такой вот не успела она его открыть ну этот держит цветочки свеженькие поедет ну а здесь лекаста ароматика я ее уже так просто принесла покажу для вас я ее пересаживала когда-то у меня было огромное огромное растение я ее пересадила и вот она немножечко разделила было огромное растение очень много было старых псевдобуль по дна на другой росла я их пересадила ну и вот в этом году вот такое вот скудненькое цветение новые ростики ну в общем прижилась сказала я дали каста ароматика красотка ну и пока что я еще так вот полуприседе это наш австралийский цимбидиум цимбидиум мадидум такие вот два цветоносика цветочки маленькие но они только наверное начали открываться вчера еще полностью не открылись вот так вот наверное да сейчас я покажу они полностью не открываются они такие полузакрытые ну растение нужно уже пересаживать она так вот в одну сторону все начала расти красивые новые росты в нужно будет пересадить ее ну что я еще на этом столе не показала фаленопсис корнусерви один за другим цветочком тоже распускает буквально вчера наверно отвалился один цветочки она дело что будет 2 ну пока что всего что всего один остался диза я вот думаю взять ее не взять очень большая редкость наших краях что она цветет но думаю ну возьму понятно что она ничего не заслужит то я в принципе как бы и не претендую конечно чтобы получать там какие-то призы огромные ну так вот чтобы для выставки чтобы собрать чтобы была такая яркая выставка я понимаю что у нас очень такие гроверы в преклонном возрасте которые выращивают орхидеи более 30 лет и у них конечно обалденные орхидеи которые заслуживают действительно наград но мои так для для виду для чтобы столы были полные да ну а это я кручу показываю это энциклия кардигера ее тоже нужно рассаживать такие красивые цветочки но мне честно говоря нравится более другая форма они такие более более насыщенные цветы яркая губа темная ну может быть мне однажды встретиться вот так вот выглядят ее корешки вылезли из горшка и нужно их что-то с ними делать у нас дождик очень странная весна в этом году моросит дождик не не должен был вообще дождь быть но опять дождь пять машины слышно шум из-за дождя извините если на заднем плане такой вот шум ну вот такая вот небольшая поляночка до получилось ну здорово я рада честно говоря что я что-то могу какой-то вклад внести в наше шоу и чтобы люди приходили платили деньги за вход не просто так действительно увидели разнообразие природных орхидей ну а на заднем плане и я конечно могу пробежаться быстренько по ним моей фаленопсис и продолжают цветение ну а что из-за нового того что расцвело и того что я конечно же приобрела когда мы ездили ну ни одна такая да в общем у меня есть котлея шелериана она что-то приболела не знаю не расцвела мне в этом году и я решила купить еще одну но мне честно говоря у этой цветочки не знаю даже вот я вот думаю ну посмотрим вот это вот то что я приобрела в этом году такое в этом году в прошлую субботу ну красивая что я еще купила я купила себе шелашисту я ее когда-то покупала давно она у меня я ее на зиму покупала и так получилось что она у меня в общем не выжила ну а здесь такая вот красотка красивые крупные цветы два цветоноса и это природная тоже шелашиста в общем я решила попробовать еще раз здесь я видела цветение пышного пышная этого ансидиума и мне он очень очень понравился когда-то давно ну никак он мне не попадался такой вот яркий красивый название от антония мельтония на аданта голосу наверно да скорее всего ну в общем гибрид такой лулу красавчик такой лулу я купила такие три миниатюрные котлейки очень красиво они прям как огонечки были в этих теплицах и мы честно говоря все в члены нашего клуба но не все ну у нас было 34 человека полный автобус и вот многим понравились в общем мы понабирали себе таких вот малышей то это чиз сани вот этот вот кстати мне очень очень он понравился он был один было много цветочков наверно штук пять они уже все пропали но вот такая вот губа меня напоминает она как у брактонии в общем красивая не знаю надо найти было она без названия не могли хозяева тоже найти название ну а это красивая такая вот чеф-шеф чеф-берни котлеанты ну в общем такие милашки в моей но у моей коллекции мини-марк кстати тоже продолжает цветение и что я еще себе купила это зигапиталум у меня когда-то он был в коллекции но я его перелила когда он набирал бутоны а это категорически делать нельзя не то что перелила я его просто поливала ну его оказывается не нужно много поливать и такой вот приличный кустик я купила очень красивая за ним тоже давно ну как не то что бегала но думала попадется найду мне он так название милу хана хана лулу бей вот такое вот название красивые очень темные цветы это губа но вот мне из-за капиталумов только вот вот он нравится и запах у него конечно обалденный ну а здесь это мой дебют я наконец-то зацвела башмачок пафио педилом я его пересаживала в том году и слушайте я конечно сама в шоке ну вот уже второй цветок открывается и он как-то даже прямо сейчас я его возьму одна вторая розетка здесь вот третья и четвертая маленькая ну наверное я что-то начала делать тогда это гибрид вот такой вот гибрид ну слушайте здорово я каких-то маленьких себе побед ну все мы любим когда у нас что-то первый раз зацветает все мы радуемся ну вот и я радуюсь как как чему-то новому это фаленопсисы ну а это расцветает как вы видите еще один цветочек он такой еще зелененький я принесла только что из теплицы видите вот дождик моросит на цветочках красивые яркие понятно что здесь гибрид сам чоколадроп похожи очень цветы здесь вот развивается еще один цветонос название котлеанте эл патио такое вот название и эту котлею я когда-то очень очень давно есть на моем канале деление котлей ну в общем я ее разрезала в двух или трех частях и как вы видите они еще не доросли давно это было наверное года три назад если не больше и вот как-то она медленно но она их растит со всех сторон понемножечку понемножечку она их наращивает ну до цветения конечно еще далеко ну а цветет она каждый год очень очень легкая в зацветание ну как легкая всем котлеем нужен нужен свет нужно солнце и тогда они конечно будут свести что у меня здесь еще это мои фаленопсис и а вот еще мое новое приобретение тоже у меня есть гибридная ринантера а это я чисто случайно слушайте ринантера вьетнаменсис такие у нее очень интересные цветочки ну в общем я решила что мне это тоже нужно красивое такое здоровое растение совсем блатка символическая какая-то цена ну я решила купить но тут в уголочке еще цветет моя ландочка а цветает уже конечно ну все равно такое вот фиолетовое солнышко в углу а так вроде бы уже наверное все показала да все показала все рассказала ну в общем начала с другой полянки закончу этой полянкой всем вам желаю чтобы ваши орхидейки радовали вас пышного цветения и мирного неба во всем над головой пока пока и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...